Всем привет еще раз, с вами Алла Касаткина, я продолжаю отвечать на вопросы. Я отвечаю на вопрос Ирины, читаю его, как он есть, как поверить в себя и исцелить глубинное убеждение, что со мной что-то не так, и от этого потребность в любви мужчины, одобрение с его стороны. Мы. Смотрите, какая интересная штука. Когда мы испытываем потребность в чьей-то любви, когда мы нуждаемся в подтверждении того, что со мной все нормально, когда мы нуждаемся во внешней позиции принятия, одобрения, поддержки и все тому подобное, это говорит о том, что внутри себя, как личность, мы продолжаем оставаться на уровне ребенка. Мы продолжаем воспринимать близких людей, как те, кто подтвердят нам, что мы есть, что мы существуем и что с нами все нормально. На самом деле, я сейчас не буду далеко вдаваться, но все эти вещи формируются у ребенка в возрасте до 7 лет. Я есть представление о себе, как он себя ведет. Если были пробелы или сложности, не было эмоционального контакта, поддержки с родителями, с любой значимой для вас фигурой, то в партнере мы продолжаем искать и восполнять это все за счет партнера. То есть у нас есть представление о том, что все это может произойти только из внешнего источника. Если кто-то из внешнего источника нам может дать подтверждение, что с нами все нормально, значит со мной нормально. Кто-то мне сказал, что я хорошая, значит со мной хорошая. Кто-то сказал, что я плохая, значит я плохая. И вот это происходит постоянно, до того момента, пока мы не начинаем эмоционально, личностно взрослеть. Когда мы принимаем решение о том, что то, что происходит со мной, то, что происходит вокруг меня, оценку этому я в состоянии дать себе сама. Я определяю, насколько я хороша. Потому что если я опираюсь на оценки других людей, то это говорит только о том, не насколько я хороша, а насколько им удобно мной пользоваться. Насколько им комфортно на меня опереться, вот как я сижу в этом кресле. Мне в нем удобно, значит это кресло хорошее. Но это кресло хорошее для меня. Хорошее ли кресло для себя или хороша ли моя попа для этого кресла, известно только креслу. Но поскольку кресло мне не дает обратной связи и кресло не имеет возможности выбирать себе хозяев, а хозяева выбирают кресло, я пришла в магазин, купила, я на нем сижу. Я им пользуюсь. Вот точно так же приблизительно вами пользуются те люди, оценка которых для вас важна. И за счет любви кого-то, чьей-то любви, за счет чьей-то оценки вы пытаетесь составить свое представление о самих себе. Я надеюсь, сейчас вот этой метафорой про кресло я поколебала вот эту вот вашу внутреннюю потребность в том, чтобы вы получали подтверждение извне, какая вы. На самом деле, какая вы, вам предстоит узнать от самой себя. И только вы на самом деле самой себе скажете, вы хорошая, вы плохая, вы такая, вы не такая, вы серо-буро-малиновая, в горошке, как я сегодня, в рюшике, в цветочке. И это определяете вы. И если вам не понравится то открытие, которое вы о себе сделаете, я недостаточно хороша, допустим, для чего-то, или я могла бы что-то делать иначе, вы имеете полное право попробовать это делать. Если вас очень сильно беспокоит, что вы чего-то не имеете, что-то для себя не делаете, то вы первый человек, который должен начать вам это давать. То есть, получается, что если вы хотите любви, то всё начинается с любви к себе. Если вы хотите подтверждения того, насколько вы хороши, как профессионал, как человек, как, я не знаю, как дочь, как мать, как сестра, как любимая, это представление, опять же, если вам будет обратная связь от тех, с кем вы контактируете, то это насколько вы удобны для них. А вот если как вы проявляете, есть то представление, что для вас является образцом хорошая жена, хорошая мать, хорошая сестра, хорошая сотрудница, и есть вы настоящие. То есть, есть некий образец в вашем представлении, не в их, а в вашем. И есть ваше поведение, ваши поступки, ваши эмоции, ваши чувства, которые вы испытываете по поводу этой ситуации, и вы это сравниваете. Если они не совпадают, или вот так вот, вы делаете больше, чем ваш образец, а вам всё говорят, что вы плохая, опа, значит, либо у того человека завышенное ожидание, либо что-то с моим образцом. Что с моим образцом? Я могу прояснить, я могу пообщаться ещё с несколькими людьми, составить представление, что они считают для себя образцом того, с чем я пытаюсь себя сравнивать. Сравнивать можно себя, либо с тем, что вы сами для себя решили, либо с собой вчерашний, либо с собой, которой вы хотите быть в будущем. Вы сегодняшнее сравниваете себя с той, которой вы хотите в будущий, но ни в коем случае вы себя не должны сравнивать с чужой женой, как жену. Вы не должны себя сравнивать с матерью другого ребёнка, как матерью, как я мать и она мать. Это несопоставимые понятия. И вот тогда вы начинаете опираться на то, что есть у вас внутри, на то, что есть у вас в голове, на то, что есть в вашем представлении, чего вы хотите, и на то, что есть в вашем прошлом. Какой опыт вы уже имеете. Вот так и формируется представление о том, какая я, куда я хочу прийти и что со мной происходит. И вот в этот момент вы как раз и определяете, какая я есть. И если я могу о себе заботиться, если я могу любить себя, тогда и другие будут понимать, как меня любить и что делать. Но если вы не даёте себе ничего, то получается, что внутри у вас пустота. И сколько эту пустоту не наливай, не наполняй. Помните задачку по математике? Есть отверстие, через которое вода вытекает, и есть два крана, через которые вода вливается. Если в краны вливается вода медленно или у кранов маленькое сечение, а дырка большая, через которую всё выливается, ёмкость никогда не наполнится. Вот то же самое происходит приблизительно и в отношениях. Если у вас нет представления о себе, какая я есть, вы всю жизнь опираетесь на чужую оценку. Если у вас нет ощущения, как я могу о себе заботиться, как я понимаю, что меня любят или что я любима, если я сама себя не люблю, я этого не понимаю. И тогда получается, что я никогда не пойму или не буду. Мне будет недостаточно того, что даёт мне партнёр. Мало того, из состояния пустоты дать что-то в ответ партнёру тоже невозможно. И получается, что это будет неравноценный обмен. Вы хотите брать как ребёнок, но ничего не давать взамен. Взрослые люди обычно меняются то, что есть у них в изобилии, меняют на то, что есть в изобилии у партнёра. И тогда они удовлетворены этим обменом. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если подрезюмировать, то научиться опираться на себя, научиться заботиться, любить о себе, любить себя, заботиться о себе, сравнивать себя вчерашнюю с собой сегодняшней и с собой идеальной, которой я хочу быть завтра. То есть есть три позиции, есть две крайние – была, хочу быть и есть я сегодня. И вот вы сравниваете где-то в этом диапазоне, вы смотрите, к чему вы хотите прийти, но ни в коем случае не сравнивайте себя с другим. Если я хочу любви, я начинаю любить себя, я начинаю себе заботиться, я начинаю проявлять к себе внимание, показывать другим пример, как меня надо любить. И тогда я уже сравниваю, я себя люблю на пять, они меня любят на два, хочу ли я с ними оставаться, если есть другие люди, которые тоже готовы любить меня на пять. То есть где-то вот так. Если есть вопросы или я недостаточно полно раскрыла этот вопрос, можно задавать в комментариях с видео. С вами была Алла Касаткина и пока-пока, до следующих эфиров. Чао!